Уверенно и красиво говорить на камеру. Сегодня выпуск секретных лайфхаков для спикеров, блогеров, экспертов, всех говорящих в объектив актеров и ораторов, особенно использующих импровизацию. Здравствуйте! Проблема многих выступающих перед камерой слишком быстрая или медленная речь. Одни спикеры тараторят, проглатывают слова, сбиваются, так что часть информации просто не доходит до аудитории, другие тормозят, монотонно бубынят, делают длинные паузы или экают, или используют фразы-паразиты, как бы на самом деле. Такой стиль и темп сложно выдержать. Хочется поторопить выступающего, потому что становится скучно, мозг зрителя-слушателя отключается. Поэтому лучше соблюдать скоростной режим. Чтобы узнать скорость речи, найди текст на 100 слов. Включи секундомер и прочитай его вслух в привычном для тебя режиме. Если уложился в минуту, темп речи у тебя идеальный. Если закончил на 5-10 секунд раньше, речь быстрая. А если на все ушло 70-80 секунд, то медленная. Идеальный темп речи 90-100 слов в минуту. 110 и более слов слишком быстрая речь. 70-80 слов речь медленная. Как корректировать темп речи? Если ты говоришь быстро, возьми любой текст и читай его, добавляя паузы после каждого слова. Пауза должна быть примерно равна длине слова. Длинное слово – длинная пауза. Короткое слово – короткая пауза. Если ты говоришь медленно, возьми стихотворение, которое тебе нравится, ну или любой знакомый текст и попробуй читать его с разной скоростью. Максимально быстро, постепенно замедляя темп, затем снова ускоряй. Меняй темп каждые 2-4 строки, а затем сохраняй один и тот же на протяжении всего чтения. Весьма полезно использовать метроном. Можно установить специальное приложение или найти метроном онлайн. Начни читать текст со скоростью 60 ударов в минуту, а потом увеличивай или уменьшай темп, чтобы найти для себя комфортный. Четко проговаривай слова. Микрофон усиливает любые дикционные проблемы. Спикеров, у которых каша во рту, слушать трудно и приходится вслушиваться, чтобы разобрать. От такого напряжения зрители быстро утомляются и даже полезное выступление уже не могут воспринимать полноценно. Поэтому стоит ежедневно заниматься артикуляционной гимнастикой. Об этом неоднократно говорили на канале. Возьмите карандаш, заведите его перпендикулярно языку за клыки и придавите зубами. Четко произносите по звукоряду У, О, А, Э и И любые слоги со звуком Р, Л, С, З, Ш, Ж, Щ. Например, ПРУ, ПРО, ПРА, ПРЕ, ПРИ, ПРЫ. ЩЩ, 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 ЩЩ. Только согласные. Потом прочитайте тот же отрывок, но теперь произносите только гласные. Угу. Словарный запас и его расширение. Когда у блогера лексикон богатый, его речь становится интереснее и ярче. Такой оратор может подобрать слова, которые точнее доносят смысл и эмоциональные оттенки. Особенно это важно, если вы говорите в прямом эфире и текста у вас нет. С большим словарным запасом проще подстраиваться под аудиторию. Одним зрителям важнее услышать профессиональные слова и термины, а другим более простой язык. Если количество слов у тебя приличное, ты универсал. Словарный запас бывает активным и пассивным. Активный – это слова, которыми мы пользуемся каждый день. Пассивный – это слова и выражения, которые мы встречаем в литературе, на выступлениях экспертов, слышим по работе от коллег. Такие слова в памяти есть, но почти не используются. Твоя задача – пассивный запас увеличить и превратить в активный. Одно из лучших упражнений – это чтение художественной литературы, только осознанное. Для этого стоит завести специальный блокнот или файл. И каждый раз, когда читаешь книгу, выписывай туда новые слова, выражения, речевые обороты и затем используй в постах, в статьях и в общении. Спасибо! Через неделю поговорим про словесную импровизацию. Если понравилось, ставь лайк, делись этим видео и ожидай продолжения. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok